Почему вы априори считаете, что нахо-капитализм невозможен, и выступаете за минархизм? Ведь любой минархизм скатывается в дип-стейт в силу своей монополии. Это мне вопрос. Нет, это, видимо, мне, потому что я же за нахо-капитализм выступаю. А, извини, я уже не соображаю. Я, снова, я называю себя вынужденным минархистом, но, по сути, это и есть минархизм настоящий, да, он вынужден, потому что идеологический минархизм, снова он внутренне противоречив, его невозможно защищать на интеллектуальном уровне. Я полностью согласен, что, разумеется, любой минархизм скатывается в дип-стейт, поэтому мы должны постоянно выступать с критикой государства, в том числе минимального государства. Мы должны понимать, где находится сторона свободы. И в то же время давать себе отчет, что не бывает обществ вечного благоденствия. Если вы рассчитываете поставить конец истории, этого никогда не произойдет. История заключается в борьбе, в борьбе, в том числе, против государства, для того, чтобы против него эффективно бороться. Нужно воспринимать его как зло, безусловное зло, с которым мы должны сопротивляться. Есть такая история. Мы сегодня выясняли, есть железный закон меритократии. У меня есть один знакомый, которого Михаил очень не любит. Я его зову себе на эфир, а то он меня не любит. Пусть приходит. Идея заключается в том, что всякое меритократическое общество, оно, сформировавшись, отбрасывает те лестницы, которые делало его меритократическое. Это такая полушутливый закон, типа железного закона олигархии. Да, так я с этим согласен. И в этом-то проблема, что каждый раз, когда мы создаем какие-то принципы, в соответствии с которыми, не знаю, экзамены, как в Китае, например, там была все построена система экзаменов, очень быстро это все скатывается обратно. Невозможно придумать идеальную систему государственного устройства. Ты почти как либертарианец, говоришь. Нет, я говорю о том, что действительно, я в этом отношении говорю как холл-пот, политика возможна. Значит, да, действительно, мне кажется совершенно бессмысленным пытаться придумать какую-то абсолютно универсальную, подходящую ко всем условиям систему государственного устройства, просто по очень простой причине. Мы не можем предсказать будущее. Мы не можем знать, каким будет будущее, и, соответственно, из этого вытекает наша неспособность предсказывать, значит, какие государственные структуры будут оптимальны в будущем. Мы видим, что в современном мире действительно есть очень успешные государства, которые существуют, ну, плюс-минус в той же форме на протяжении, там, 200 лет. Ну, те же самые Соединенные Штаты. Ну, ты повторяешь сейчас то, что я на лекциях рассказывал. Ну, окей-окей, я быстро, я не знаю, это я сам придумал, честное слово. Ну, не сам придумал, прочитал, да. Вот, или там Швеция, например, которая, ну, плюс-минус, там последние 200 лет, ну, так если так. Ну, Швейцария еще. Ну, Швейцария, в принципе, она стала независимой после Суворова. Нет, нет, нет. Ну, ладно, да, мы сейчас тоже уйдем далеко там в историю Швейцарии, это вряд ли кому-то интересно. А вот, ну, сами они называют его, значит, основателем, ну, как они ставят ему памятники. Памятники, может, они его ставят, но... Благодарность за освобождение Швейцарии. История швейцарской государственности все-таки... Нет, швейцарской государственности, но как независимое именно государство в этом отношении, в общем, короче говоря, повторю еще раз, что у нас есть, ну, буквально вот два примера государства, которые, ну, в принципе, очень слабо изменились за последние 200 лет. США и Швеция. Потому что, ну, современная Великобритания и Великобритания начала 19 века, ну, это настолько разные в политическом отношении страны, что говорить, что там сохранился один и тот же режим, ну, по-моему, это слишком сильно. Больше ни в одной из стран мира мы этого не видим. Ну, и зачем пытаться создавать такую концепцию, которая, значит, простоит тысячу лет, если мы видим, что на практике эти концепции не работают. Надо думать о том, что действительно на каждом новом этапе у нас будет нужно что-то новое, что-то более подходящее к реализации. И для того, чтобы облегчить смену вот то, что ВАТО называет государством, я бы называл корректнее, мне кажется, социальным устройством. Вот для того, чтобы обеспечить эффективную смену социального устройства и необходимо наладить конкуренцию этих самых иерархий, контрактных иерархий. Они должны быть не государственные, а контрактные. И там, где они у вас появятся, у вас появится свобода голосовать ногами, то, о чём я тоже рассказываю очень много, и появится конкуренция, из которой и родится новая прекрасная, в том числе прекрасная Россия и будущая. Так, кажется, последний вопрос остался. Насчёт принятия решений. Власть, наконец, сменилась. Допустим, у вас, Михаил и Василий, нет альтернативы, кроме госслужбы. Вопрос. То, чем бы вы оба предпочли заниматься в прекрасной России будущего в госаппарате? Депутатство, правительство, губернаторы. Давай ты первый. Ну, не знаю, если вот конкретно дано три варианта, и я кому-то нужен, я никогда не верю, что... Значит, предположим, дано три варианта, значит, депутат правительства. Я бы, конечно, хотел стать губернатором и построить в какой-нибудь отдельной области вот такую вот маленькую... Учё не получится этого без того, чтобы автономия там была? Ну, может быть. Вот, но если уж выбирать из трёх, то, наверное, я по этому поводу, собственно, говорил, что, как ни странно, у нас наиболее успешны те губернии, те области, где... Это очень такой хэпианский, на самом деле, вывод, где губернатор воспринимает область в качестве своего отчина. Но это на практике... Это хэпианский вывод, да. Это очень хэпианское, но на практике это так и работает. То есть, если посмотрим, какие-то... Хэпианский был не дурак. Какие-то самые такие успешные, да, области, в которых нету, ну, какого-то совсем уж огромного количества ресурсов. На это там у нас Татарстан, Белгород, где сидят очень долгое время элиты, которые, значит, опять же, воспринимают эти территории в качестве вот своих собственных. На самом деле, есть гораздо ярче пример. Это Абрамович и Чукотка. Ну, да, но там всё-таки скорее такой маленький... Ну, Чукотка, в принципе, по населению просто небольшой, да. Вот. Ну, да, кстати говоря, в каком-то смысле это тоже можно сюда отнести. И, напротив, те области, те губернии, где, значит, губернаторы сменяются со скоростью, значит, коллегоскопа, да, ну, они выглядят максимально как раз непрезентабельно. Вот. В этом отношении, как ни странно, мне представляется, что в наших политических реалиях, ну, вот таких кривых, косых, было бы очень интересно, значит, связать там премию губернатора с темпом просто ВВП, например, в его области. Или, например, значит, ну, или с приростом... Прежде чем вводить подобные стандарты, нужно добиться, чтобы у этих республик и субъектов федерации была достаточная автономия, чтобы проводить ту политику, которая бы привела... Я просто хочу сказать, что в том же Китае, да, значительная часть составляющего, да, вот китайского экономического чуда заключается в том, что в значительной степени, там на этот счет тоже есть споры, дискуссии и так дальше, значит, те губернаторы, которые показывают хорошие экономические результаты, они, во-первых, ну, фактически получают возможность участвовать в коррупции. Если у тебя плохо все в регионе, то тебя посадят за коррупцию. Хорошо, не посадят. А с другой стороны, они... Нет, я говорю, что там на самом деле все запутанное, но если так, совсем просто. А второе, продвижение по службе для тех, у кого хорошие результаты в регионе. То есть, если ты не показал хорошие результаты у тебя в регионе, значит, дальнейшее продвижение по службе тебе закрыто. И при том, что китайская система, конечно же, не является идеалом, мягко говоря, она, мягко говоря, не особо привлекательна по многих отношениях, тем не менее, экономический рост действительно бешеный после не 30 лет. Я бы другие... Ну, просто я иначе идентифицирую истоки экономического роста в Китае. И, условно говоря, то, что индустриальный сектор сформировался в Шэньчжэне, а не где-то еще, это не достижение местных церков. Нет, основная причина, и, безусловно, основная причина китайского экономического чуда в предмирательской инициативе китайцев, предмирательской инициативе в трудопособности и так далее. Нет, в том, что в какой-то момент государство ушло из определенных сфер производства и сказал делать, что хотите. И тут-то поперло. Нет, с этим я не спорю, но это же не говорит о том, что не может быть каких-то дополнительных факторов, которые в этих условиях, по крайней мере, ну, вот так вот хотелось, которые в этих условиях могли быть позитивными, а могли быть негативными. Может же все-таки экономика определяться только каким-то одним, единственным. Есть факторы, которые способны все помножить на ноль. Мой тезис в этом заключается. Я думаю, можно закругляться. Мы 4 часа стримили. Спасибо вам большое за донаты. Я извиняюсь, я приеду домой и сразу же начну постить статьи на Патреоне. Я опять обманывал своих патронов. Сказал, что сегодня, уже в воскресенье, запущу две статьи, и в итоге все равно не успел. Все, приеду. Ритатист обманывает. Приеду, сразу же начну постить. Спасибо вам большое. Спасибо, Ватон. Не спел. Вот так вот. Не задонатили на песню Ватон.